Вы готовы? Вы готовы? Пойдем! Вы готовы? Вы готовы? В этом году, в общем, он был чемпионом IFL, ныне не существующей организации, но в командном зачете. Ну и других пару в бразильских промоушенах, не крупных. Даже миниатюрным выглядит Мурат Абдулаев на фоне могущего Делсона Хелено. Вот по фактуре он напоминает чем-то Русимара Пальяреса. Тоже мастера болевых удушающих приемов. Но никуда не торопится Мурат. Прекрасно он понимает, что в поединке с таким опасным соперником одна ошибка может стать роковой. Ну и, конечно, Мурату за счет, наверное, превосходства скорости можно будет пытаться работать с бразильцем. Лоу-кик первый от Делсона Хелено мы видим. Мурат работает в своей манере. Он ждет, что может ему предложить соперник. Так было и в бою с Гойти Дазаевым. Мы помним, чем это все завершилось. Посмотрим сейчас, насколько успеет прочитать своего соперника Мурат, чтобы найти ту самую брешь в обороне для атаки. Делсона Хелено пока что ограничивается одиночными ударами с дальней дистанции. Бьет ногами. Возможно, рассчитывая на то, что соперник не пойдет навстречу и не будет пытаться с ним бороться. Мурат избрал выжидательную тактику. Ну, оба, оба предпочитают работать от своего соперника. Оба ждут взаимной ошибки. Мы видим, что нет никаких результативных действий практически. Две минуты уже позади даже больше. Ну и Мурату, конечно, нужно быть хитрее, наверное, в этом бою, потому что соперник очень мощный. Его нужно обыгрывать. А Делсону Хелено, в свою очередь, нужно всеми правдами переходить в партер. Именно там была стихия. Подбадривают от зрителя, спортсменов. Уж очень такое убаюкивающее начало этого поединка. Но слишком высоки ставки здесь. Напомним, что претендентский бой. И как вы, Асланбек, отметили, для Хелено это может вообще стать последним шансом заявить о себе. Действительно, так оно и есть. Пол-кик от Мурата Абдулаева мы видим. Но, вероятно, и ответственность давит на спортсменов, учитывая, что это претендентский бой. Учитывая, что через полтора месяца уже нужно драться против чемпиона. Наверное, где-то и берегут себя бойцы. Пытаясь малой кровью пойти из этого поединка и продолжить подготовку к 4 октября. Сейчас начинает прессинговать Мурат Абдулаев. Так, забирает постепенно он пространство. Мощный правый через руку отдался на Хелено. Но все видел прекрасно Абдулаев. И до этого был джеб от Мурата. Более легок, конечно, в ногах Мурата. Ему нужно использовать это. Именно раздергивать соперника больше, двигаться больше финтов. Стоять перед Делсоном Хелено это не совсем хорошая идея, наверное. Да, и необходимо Мурату свое потенциальное преимущество в выносливости, также в скорости использовать. Потому что пока что мы наблюдаем только прелюдию поединку. А так возрастной 40-летний и обладающий огромной мышечной массой для своего веса Делсон Хелено в принципе должен быстро уставать. Хотя были трехраундовые бои в его исполнении, где он не показывал никаких признаков усталости. Посмотрим, насколько сегодня готов Делсон Эда Чумба. Это левая рука, которую постоянно Мурат закручивает. Готовит он свои атаки. Хороший мидл в туловище от Мурата Абдулаева. Начинает включаться Мурат постепенно. Оживает апперкот неприятный с дистанции от Делсона Хелено. Ну и пожалуйста. И пытается сейчас Хелено сбросить Мурата Абдулаева. Вот, пожалуй, первый очень важный эпизод в этом поединке. Клинч. И вот, вот она возможность для абразильца. Прекрасно понимает он это. Мурат всеми правдами и неправдами пытается защититься. Мурат сам базовый вольник. И здесь из крестного захвата очень интересно, кто выйдет победителем. Да, Мурата блокирует бедра соперника, чтобы не позволить ему сблизиться. Подсказывает рефери, что за шорта хватать нельзя. И выходит на дистанцию Мурат Абдулаев. Не получилось. Атака удался на Хелено. В стойку левшей становится Мурата Абдулаева. Посмотрите, в туловище. Печень атакует. Воец из России. Возвращается в правшу. И вот, пожалуйста. Д атаков плохой ситуации. Увидируй структура. Увидируй атакует написан фокус. Симфо Абдулаева Бор sets ваши данные уникальные. Нет не верну вас в школе. И представьте, что они там после Quinthет也 его вернуjёт быстро. Продолжение следует... Мурат сказал, что он является свободным агентом и, вероятно, ждет предложений, чтобы примкнуть к какому-нибудь клубу. Итак, второй раунд. Мурат Абдулаев против Делсона Хелену. Подсказывают Хелену, что нельзя застаиваться перед Муратом Абдулаевым. Необходимо больше двигаться. Хороший эпизод. Хороший джеб, хороший миддл кик и внутренний лоу кик от Мурата. Очень быстро вылетает передняя рука Абдулаева. Не успевает среагировать на нее Делсон Хелену. Вот в таком ключе бойцу из России надо работать. Стойка левши и, вероятно, готовит миддл кик. Нет, внутренний лоу. Да, бразилец выцеливает Мурата Абдулаева, но реагировать на последние атаки он не успевал. Ох, плотный сейчас лоу кик слева в область печени. Выбрасывает Абдулаев. И вновь никакой реакции от бразильца. Делсон будет искать свой шанс в попытках прохода в ноги, но при этом, как мы уже отмечали, Мурат является очень хорошим борцом. И для того, чтобы переводить такого... Справа попадает Хелену. Для того, чтобы переводить такого соперника, нужно больше попыток. Наслаивать эти попытки вторым-третьим темпом. Все видел сейчас Мурат Абдулаев. И издалека неподготовленный. Это был проход в ноги со стороны Делсона Хелену. И спортсмены начали одновременно буквально двигаться. Хелену навстречу Мурату, а Мурату уходить с линии атаки. Ну и немного призадумался Делсон Хелена. Посмотрите, какие размашистые удары. При этом, конечно, явно стойка не конек Делсона Хелена. Но это не означает, что он не может ударить тяжело. Очень силен физически Делсон. Вновь взяли паузу спортсмены. Но Мурат Абдулаев постепенно набирает баллы в этом раунде. Он гораздо точнее, гораздо активнее. Еще один лоу-кик справа. Очень мощный лоу-кик. Прям в коленный сустав. Буквально согнулась нога Делсона Хелена. Ну и Делсон берет большие паузы. Застаивается. Нужно, конечно, ему действовать. Потому что с дистанции уже понятно, что у него ничего не получается. Но как сократить дистанцию? Вот сейчас через левый боковой пытался Делсон это сделать. Соперник более мобильный, маневренный, я бы сказал. И сам слева попадает Мурат. Сейчас провалился Мурат Абдулаев. И мы наблюдаем то, что Делсон Хелену пытается любыми способами, в любой позиции оказаться в борьбе. Он верит, безусловно, в свои навыки бразильского джиу-джитсу. Ну а Мурата Абдулаеву сейчас необходимо действовать как можно более прагматично. Отключает ногу соперника Мурат. И одну из рук. И буквально беспрепятственно имеет возможность проводить добивание. Но при этом нужно, конечно, зафиксировать ему соперника. Делсон очень опасен в партере, даже со спины. Как вы отметили, Ян, эта позиция для него атакующая. Даже находясь в такой ситуации. Вот сейчас закрывает Делсон Хелену гард. Подтягивает к себе Мурата Абдулаева. Мурат наносит удары по корпусу. Переводит в голову. И вот попытка сейчас соорудить треугольник. Очень аккуратно надо работать Мурату. И, возможно, встать ему лучше. Одну из ног контролировал Мурат в этой ситуации. Но было очень тревожно за него. Переносит вес своего тела на соперника Мурат. И попытка Армбара пытается ее провести. Делсон Хелену. И посмотрите. Конечно, Мурату не стоит рисковать. Потому что он явно переигрывает соперника на ногах. Здесь он дает шанс. О, какой локоть сейчас слева. С щелчком залетел в область виска Даса на Хелену. Очень уверен в своих борцовских, в том числе, навыках Мурат Абдулаев. И, судя по всему, он в концовке раунда к решительной фазе своей атаки приступил. Очень сильно переживают за него секунданты. Там буквально сейчас кричали. Уйди, уйди оттуда. Подсказывает Хелену, что раунд заканчивается. Чтобы понимала, что еще недолго осталось терпеть. И посмотрите, Абубакар Вакаев. Именно против него предстоит драться победителю данного боя. Как внимательно он следит за этим противостоянием. Так, пошатываясь, пошел свой угол. Даса на Хелену лицо разбитое. Да, у бразильца сначала ничего не получалось во втором раунде в стойке. И в борьбе также блестяще все выполнил Мурат Абдулаев. Накрыл здесь попытку. Проходил ноги от Дэлсона Хелена Мурат. И уже вот тот самый локоть, очень болезненный. Мы видим по гримасе Дэлсона Хелена. Так тяжело и неприятно ему пришлось. Рефери поединка Майкл Бахтер сейчас пытается понять, может ли Дэлсон Хеленов продолжить поединок. И посмотрите, за ребро держится Дэлсон. Да, судя по всему, один из миддлкиков тяжеленных от Мурата Абдулаева все-таки занес повреждение. Ну и все, я думаю, Дэлсон не сможет продолжить этот бой. Он качает головой. Доктор Михаил Царьков сейчас сделал такой характерный жест руками, что нет, продолжать нельзя. И вот нам снова показывают Абубакара Вагаева, который сейчас, наверное, появится в клетке. Все! Есть победа Мурата Абдулаева техническим нокаутом во втором раунде. Победа заслуженная, так как Мурат частую побеждал в этом бою. Раздосадован, да, Санхелену, то Рэмпери сейчас показал, да, ну, комиссии, что сломано ребро. Судя по всему, но будем надеяться, что там нет серьезного перелома, что все дело ограницей трещины. Мы знаем, что это очень болезненная травма, перелом ребер. Ну и представляете, какие тяжелые удары у Мурата Абдулаева. Какие тяжелые миддлкики у него. Ну и очень важная победа для Мурата Абдулаева. Действительно, вторая после возвращения, вторая в лиге WFC. Да, после двух поражений подряд от Алексея Кунченко, там, очереды травм. Необходимо просто ему было не просто вернуться в одну из сильнейших организаций России, да, а почувствовать себя в ней, одержать одну, вторую вот победу он сегодня одерживает. После окончания второго раунда доктор рекомендовал рефери остановить поединок. В связи с получением травмы и невозможностью продолжить поединок, техническим нокаутом победа одержал. Из-за обработки и в силу и войны продолжить борьбу, ваша победа, темная лавина, Мурата Абдулаева, Абдулаев! Доброе утро! Одержав победу в этом поединке, вышел на титульный бой в полусреднем весе, который состоится 4 октября в Грозном. И я приглашаю в октагон обладателя чемпионского пояса, представителя клуба Ахмад Абубакара Вакаева! И сейчас состоится дуэль взглядов. Ну что ж, ждем теперь этого титульного противостояния Абубакар Вагаев против Мурада Абдулаева. Абубакар Вагаев, обладатель пояса, претендент Мурада Абдулаев, 4 октября, Грозный, не пропустите!